Внимание! В данном видео присутствуют маты, потому что автор канала тот еще колхозан. Рекомендовано смотреть видео в наушниках. Тайм-кодек видео вы найдете в описании или в комментариях. Приятного просмотра! Horror Tale. Это игра, созданная компанией A4A Games. В ней нам расскажут историю о небольшом городке, в котором начали пропадать дети по вине какого-то психа, педофила из психушки, который носит маску зайца, ну в общем бедрас тот еще. Сегодня, наконец, планеты Солнечной системы выстроились в правильном порядке, и на канале Грилл Кирилл выходит новый обзор. С вами Грилл Кирилл, и мы начинаем! Ну, начинается как обычно. Крутой сарай, я вот тут пожил. Че за листовочка? Ага, Билли Майлова, возраст 11, пол мужской, волосы коричневые, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, короче, жалко пацана. Какая-то записочка. Так, в общем-то, нам надо собрать... Мне уже начинает нравиться эта игра. Ебать колхоз. Чмок. В этой лодке очень удобно топить людей. Это я, ну, просто к слову. Это че за, блядь, иероглифы? Че за сатанисты, блядь? Я не знаю, что мы будем делать с этими яйцами, потому что они сырые. Наверное, мы будем сводить их в очко. Но если у них такая переносная плита маленькая, то можно, ну, это заебись, можно прям принести и вот в этом доме сделать яичницу охуенную. Мама, я поехал! Блядь, у меня не записалось, как я проснулся тут. В общем, он меня успешно спиздил. Не, ну, я слышу, что он где-то там, блядь. Мне страшно. А если он меня выебит? А если у него герпес там или ВИЧ? Короче, надо выползать. Ёб твою мать! Соси хуй! Ещё соси! Блядь! На, блядь! Беспомощная тварь в маске кролика. Сука! Блядь! Ты когда умрёшь? Он никогда не умирает. Он, походу, бессмертная тварь. Как он меня заколебал. Ну, блядь! Где ты? Я, блядь! Ты тупое, слепое... Я не знаю, кто ты. Дебил, блядь! Ладно, фиг с ним. Я хочу срать. Ага. Нихуя себе. А где? В общем, я шёл за молотком, а тут вот такая вот тварь идёт сюда. Ладно, короче, берём молоток и сваливаем. Готово. Ну, его нет. Оно здесь. Блядь. Короче, всё, надо убегать отсюда. От какой погони быстрее уезжай, блядь! Братан, это, готимитса, готимитса, как в Бедварсе. Ну, мы будем вместе детей ебать. Всё, пошёл нахуй. Ну, это было легко. В общем, ребятам, я попал куда-то, не знаю куда. Мы нашли, ну, я нашёл ещё одну записку, Саманта Стоун. Ебать, у него. Блядь, он влюбился, походу. Ну, похуй. Я понял очень такую фиговую мысль. То, что я яйца проебал. Том, наконец-то! Хэрри, ты не веришься! Я его видел! Кто? Киднаппер! Он меня в пляже в лесу и закрепил меня. Это было чудо, что я отбросил от него. О, моя боже! Ты серьезно? Нет, не может! Это реально куча? Хэрри, это не куча. Это ступит румыр. Хэрри, это не куча. Хэрри, это не куча. Хэрри, это не куча. Хэрри, это не куча. Окей, я попробую. Просто будь осторожным. Не отброси кота. Если я не верю, я отбросил мою байку тебе. Том, остановись! Я слишком страшно, как это. Просто милый, просто милый. Хэхэхэ. Это было довольно долго для меня. Ебать дом, я об этом мечтал. О, ебать, Дэдпарк. А мы сделали обзор. А походу разработчики не заметили и не записали меня на доску, но потому что у меня 300 подписчиков, да? Что я могу сказать по данной игре? Эйфория Гейм сделала прорыв в графике. Хоррор Тейл выглядит лучше в прошлых проектов, и это хорошо. Это значит, что разработчики будут удивлять на всё больше и больше, и их игры будут оставлять после себя сильные впечатления. С одной стороны, игра кажется тревожной, ведь за тобой бегает заяц-педофил в маске зайца. Блять. А с другой стороны, она показалась мне довольно забавной в тот момент, когда я начал закидывать его кирпичами. Как и у других подобных игр от этих разработчиков, у неё есть своя история. Правда, ограничена двумя главами. Но разработчики уже работают на третьей главой, и постепенно сюжет и история начнёт разрастаться новыми красками, и мы сможем узнать больше. Моя оценка данной игре 9 из 10. Мне понравилось всё, кроме одной детали, о которой я расскажу попозже. В игре есть 5 локаций. Ферма, логово, лесопилка, школа и домик на дереве. И на всех этих локациях вас будет преследовать похититель детей, от которого можно спрятаться в мусорном баке, или как вариант огреть его кирпичом. Вроде всё хорошо, всё красиво, но есть одно но. Одна проблема. Дело в том, что новому игроку, естественно, будет очень тяжело найти предметы, и он будет скитаться часами по одной локации, ища, например, бинокль. Это, конечно, действует как удержатель игрока в данной игре, но всё-таки это довольно нудно и скучно. А мы ищем предметы для того, чтобы построить защиту от этого долбоёба, который хочет нас похитить. Но чтобы эту защиту построить, нам, то бишь главному герою, необходимо найти определённые предметы. Это гвозди, кольцерные банки, верёвка, бинокль, батарейка и так далее. Из всей этой фигни очкарик собирает супер-мега-крутую турбобазу, которая может защитить нас от этого дебила. Но она нас не защищает, и очкарика похищают. И тут у меня возникает довольно справедливый вопрос. Почему едет он, а не я? Ну и нам приходится спасать его. И на этом заканчивается первая глава. Ну и обзор тоже на этом заканчивается. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Горел Кирилл. Всем пока.